Первая линия по сборке грузовиков «Исузу» была открыта в 2012 году на территории Ульяновского автомобильного завода. Сегодня предприятие в Ульяновске выпускает полную линейку грузовых автомобилей массой от трех тонн. Сейчас здесь трудится 263 человека. В будущем эта цифра может вырасти до 300, так как потребуются новые рабочие руки. И желающие найдутся, уверены в компании. Условиями труда тут довольны. Нравится абсолютно все здесь. Бесплатное питание, одежда. Если в ночную смену, то транспорт доводит до дома. Не так давно здесь начали осваивать и технологию сборки тяжелых грузовиков. Это флагманская «С» и «Е-серия» с полной массой от 30 тонн. Основным заказчиком станут промышленные компании в европейской части России, а также в дальневосточном регионе. И для «Исузу» это, конечно, для развития и для развития маркетинга в этой сегменте. Потому что с начала года этот сегмент вырастет до 50%. Для компании «Исузу» это будет означать рост общей рыночной доли, особенно в сегменте тяжелых грузовиков. Потому что сейчас в России этот сегмент развивается наиболее быстрыми темпами. Благодаря запуску производства тяжелой серии совокупные мощности завода загружены на 100%. В 2017 году планируется выпустить 4300 машин. Все это позволит компании уверенно закрепиться в России. И роль Ульяновской области здесь высока. Развитие же промышленной политики региона в целом обсудили чуть позже, на заседании профильного совета на другом заводе – ДМГ «Море». Был совет разбит на три направления. Каждое направление возглавил специалист отрасли, соответствующие отрасли. И сегодня мы услышали, что очень продуктивно, когда не в целом на расширенном совещании рассматриваются индивидуальные вопросы, которые требуют решения для конкретных промышленных предприятий, по взаимодействию с федеральным центром, по разработке нормативно-правовых актов. Сегодня мы видим, что каждая группа имеет в своем багаже весь пакет тех действий, которые необходимо нам надо сделать. Также речь шла о необходимости расширения взаимодействия с Министерством промышленности и торговли России. В частности, об участии в подготовке и разработке федеральных программ с учетом потребностей предприятий Ульяновской области. В целом же векторы развития и формат работы будут сохранены. Антон Никитин, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск.